Вы на канале шеф-повар Кремень. Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Так говорил древнегреческий философ Сократ. Так поступлю и я. Я сегодня приготовлю очень вкусное, витаминное, вегетарианское блюдо. Греческий салат! Греческий салат считается летним салатом, но это в Греции круглый год лета, а у нас? А у нас прекрасно работает доставка продуктов. Для греческого салата нам понадобятся огурцы, помидоры черри, сладкий красный перец, красный лук, греческие оливки и, конечно же, сыр для греческого салата. Для украшения я использую зелень, ну а для заправки у меня здесь кое-что есть, об этом я расскажу чуть позже. У каждого шеф-повара своя нарезка греческого салата и у меня, друзья, есть свои секреты. Я режу огурец не кубиками, а такими маленькими. Ага, что это такие? Кушечки? Заранее почищенный перец нарезаем кубиками. Вот такими вот. Все должно быть примерно одного размера. Греческий салат любит пропорции, то есть огурчик, перчик, оливочки, маслинки и помидорчики, вы видите, да, все должно быть примерно одного размера, чтобы это было красиво и вкусно. Красный лук нарежем полукольцами. Слышка, слезки. Теперь добавим помидоры черри. Помидоры черри я люблю добавлять больше в греческий салат, потому что они сладкие и в течение всего сезона они остаются таким же вкусными, как будто бы грунтовые. Главная фишка греческого салата это заправка. Я делаю заправку по-своему, поэтому, друзья, запоминайте. Оливковое масло на глаз, ну вот примерно вот столько, сколько, на глаз. Оливковым маслом не испортишь наше блюдо. И обязательно у меня два ингредиента. Я не добавляю соль, но добавлю соевый соус и бальзамический уксус. Соевый соус нам заменит соль примерно немножко. Вот столько. Я беру такой немножко сладковатый сорт. И бальзамический уксус. У меня он немножечко с распылителем. Но не путайте с ресторантом. Это нет. Это бальзамический уксус. Ммм, как запах. Достаточно. И, друзья, я добавляю прованские травы немножко. Вот так чуть-чуть. И обязательно, обязательно сушеный базилик. Хотя свежий базилик я тоже буду добавлять. Но сушеный придает красоту. Вот. Но сушеным базиликом я еще потом сверху посыплю наш сыр. Он сразу приобретет красивый вид. Вы это увидите чуть позже. Перемешиваем. Пахнет прекрасно. Теперь в греческий салат, конечно же, нужно добавить оливки и маслины. Кто-то предпочитает добавить только маслины черные. Но я люблю, чтобы было два вида. И черные, и зеленые. Так, на мой взгляд, вкуснее. Вот так будет достаточно. Теперь все наши ингредиенты я немножко перемешаю. Чтобы все наши красивые овощи, соединившись вместе, показали, какая это божественная греческая красота. Друзья. Ах, красиво! Теперь можно заправить наш салат нашей заправкой. И еще раз перемешать. И завершающий штрих. Я добавлю листочки салата. Они у меня двухцветные. Для красоты. Зелень не помешает, а добавит к блюду витаминов. Мне нравится. Теперь выкладываем салат в тарелку. Ну, вы понимаете, я делаю порционную тарелку. Для красивой подачи. Хотя можно кушать и из большой, не менее красивой тарелки. Теперь греческий салат украсим сыром. Красиво. Отлично. И я добавлю два вида базилика. Я его не буду резать, я его покрошу руками. И немножко, совсем чуть-чуть сверху сыра, я добавляю прованские травы, смешанные с базиликом, для красоты. Ну, вот и все. Наш греческий салат готов. Будем есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь на мой канал. Ставьте лайки. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые прекрасные рецепты. Будьте здоровы, хорошего настроения. С вами был шеф-повар Кремень.